Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. 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 То чудо иссыпано будет вон, и попирай, ма, человеки. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиграде, и Иерусалима, и Иудеи, и из Зардана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Тогнали и пророков бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Оно же ни к чему не годно, как раз выбростью вон на попрание людям. Вот такие в английские строки сегодня мы с вами слышим. Сегодня Господь нам через церковь свою напоминает то, вообще, каким мы должны быть. То, по каким законам и заповедям должны мы, христиане, жизнь свою проводить. Что мы должны воспитать в себе. Одна из, наверное, самых больших проблем у нас, у христиан, является как раз вот незнание воли Божией относительно себя. Незнание заповедей. Наверное, не сильно ошибусь, к сожалению, что многих людей, фрам ходящих, спроси, знаешь заповеди Божии? Наверное, человек скажет, знаю, спросишь, назови. Человек будет, знаете, так вот с горем пополам перебирать ветхозаветный закон и заповеди, которые были даны ветхозаветному Израилю. Это, например, человек может сказать, не убей такая заповедь. Но ведь это ведь настолько само собой разумеется. Это тоже, как вот здесь вот святая Цитова, какое-то место, говорит, насколько должно было пуститься, что ли, человечество, с каким он должен быть, стать диким, что вот об этом надо было напоминать богоизбранному народу. Не убивай, не кради, почитай родителей твоих. То есть это вроде бы настолько само собой разумеется, но об этом нужно было напоминать. Догури нам, христианам, если для нас это тоже будет то, что напоминать надо. А вот сегодня Господь в Евангелии нам говорит о том, кем должны быть. Видим, что ко Христу пришло множество народа, народ отовсюду же люди шли за ним, как и за чудотворцем, как и за тем в руках которого власть находится и желая слышать его. Вот Спаситель восходит на гору, даже вот этим самым показывая, что внимание человека надо туда вот в горе поднимать, наверх, к Богу, устремлять дух свой. И вот там окружающий некосвы говорит. Что еще нужно здесь подчеркнуть? В этих заповедях, которые Господь сегодня произнес, заповеди блаженств, их, наверное, нам полезнее, что ли, будет и понятнее рассматривать с противоположной стороны. Посмотреть, чем люди живут, да и чем они должны жить. Первое, Господь говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что такое нищета духовная? В состоянии смирения, в состоянии того честного отношения к себе, когда человек понимает, что без Бога я ноль. Чем бы я ни владел, без Него я ничто. И вот когда человек это поймет, он начинает видеть свои и грехи, начинает стремиться к Богу искать его. И посмотрим, а по какому закону чаще всего люди живут в мире. Совершенно противоположное состояние. Можем сказать, что восхваляются то, восхваляются гордые, восхваляются наглые, восхваляются строптивые. А вот Господь говорит, что вы не будьте таким, будьте блаженны пред Богом, нищие духом. Не самолюбивый, самовлюбленный какой-то горделивец, нет, а нищий духом. Потому что нищего духовно открывается Царство Божие. Что гордым Бог противится, только смиренным дает благодать. Это вот самая первая ступенька, то листья, которая ведет человека на небо. Пока человек в гордости, ни о каком Царстве Небесном для него в речи просто не идет. «Блаженны плачущие бы не утешатся». О ком здесь плач имеется в виду, идет речь? Плач о грехах своих, плач о своем погибшем состоянии, плач о потерянном Боге, плач о потерянном рае. А посмотрим, о чем опять же люди живут. О каком плаче? Человек грехов своих нет. Человек может прибавить в жутком состоянии, просто в непрекращающих смертных грехах он себя еще хвалит. Говорит, что у меня все хорошо, нет, у меня грехов, а в чем мне плакать? Я говорю, да зачем мне Бог, зачем мне Спаситель? Для чего мне спасать? Спаситель говорит, что хочешь утешиться Богом, хочешь привести в благодать блаженны плачущие. Ну, в общем-то, после смирения это естественное продолжение. Человек в смирении начинает видеть грехи свои, начинает оплакивать их. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Под землей, которое называется, и небо, и земля, в общем-то. То есть, потому что тогда все будет принадлежать Царству Христу после его второго пришествия. Что такое кроткость? Кроткое состояние не злоби. И тоже посмотрим, а в чем люди живут? Вот так вот. А если жить без Бога? О какой кротости вообще ведут, идет речь? Опять же, знаете, даже, то есть такое выражение, что человек живет по законам джунглей, например, по законам волчьей стаи. То есть, тот и прав. Да не бывает волков такого. Знаете, ворон ворону глаз не выклюет. И волк волка не съест, в общем-то. А что люди? Как люди же? Такой крутости. Чаще даже люди не знают, даже термин такой. Гнев, раздражение, ненависть друг от друга. Вот оно состояние мира. Господь говорит нам, какие мы должны быть опять же. Смотрим дальше. Господь говорит, блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь вот под правдой вся правда подразумевается. Человек, желающий спасения, должен алкать святости, алкать праведности, стремиться к этому всем существу. И никогда не соглашаться на никакую ложь. Посмотрим, чем мир живет опять же. Ложь во всех его появлениях. Ты не сверешь, тебя обманут. Вот человек живет по такому принципу. И чем больше во лжи человек живет, тем больше он опустошается внутренне. Тем больше он внутри начинает голодать, хотя и сам этого часто не сознает. Вот Господь говорит, что блаженны. Те, кто начинает алкать правду, они насытятся, они наполнятся этой правдой. Блаженны, милостивы, они помилованы будут. Что такое милость? Это проявление любви, проявление заботы к ближнему своему. И то же самое посмотрим, чем живет мир, чем наполнен. Лишь бы мне, лишь бы только для себя. А то, что другого касается, это опять же постолька поскольку. И буду дать человеку помогать, если это мне удобно, мне это полезно в какой-то степени. Господь говорит, хочешь быть с Богом, будь милостивым. И еще такой вот награды, помилован будешь тоже, тебе проще на грехи будут. Блаженны, чистые сердца, под ним Бога узрят. Вот оно, то, что в сердце мы Бога видим. Только чистым сердцем способны понять Его и начать с Ним общаться. То же самое. Мир преисполнен грязи, сердечной похоти, всякого растления, разврата. Блаженны, миротворцы, под ним будут наречены с нами Божьими. Вот тоже. Человек, имеющий внутри себя мир, он распроянет вокруг себя мир. И наоборот, человек, не имеющий там крутости и смирения, он сам является постоянно враждой для всех и, знаете, даже всех ссорит вокруг себя. Блаженны, изгнанные за правду, боях из Царства Небесной. Но здесь Господь говорит, как следствие, да всякая праведная жизнь, то есть обязательно будут гнать. Так оно и есть. Всякая правда в мире, она ненавистна для мира, лежащего в зле. Всякий человек, живущий во лжи, он ненавидит того, кто живет по правде. Потому что это правда, и он буквально глаз колет. Он говорит, что блаженны вы будете, потому что вас будут гнать. Да вот дальше. Будут гнать, воспоносить, всячески неправедно заслует за меня. Но радуйтесь, веселитесь, и велико вам ваши награды на небесах. Потому что тем самым вы подтверждаете, что вы со мною. Вы не часть этого мира погибающего. Тот, он вас и не принимает. Так гнали и проковы, бывший прежде вас. Для того, чтобы жить по этим западам, нужна ревность, нужно самоотвержение даже. Дальше Господь говорит, что вы соль земли. Вот это ваша ревность, ваше самоотвержение является тем, что делает вас крепкими. Делает вас солеными, что для этого мира. С одной стороны, соль навсегда разъедает всякую рану. С другой стороны, соль не дает сгнить чему-то. Так вот, и христианство, и всякий христиан должен быть вот этой солью. Не бояться того, что к ним будут относиться, как к чему-то разъедающему. Из-за его правды, но с другой стороны, только его присутствие в мире, оно уберегает мир от окончательной погибели. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она же ничему не годна, как раз выбрость ее вон на попрание людям. Вот такой Евангелий сегодня с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 4, 25 стих, и главу 5, с 1 по 13 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневных, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!